Следующее видео Флойда. Видео хорошее. Кстати, ну, видео называется ЧВСВ любит подарки от мужчин. Наказал за понты, короче. То есть, сейчас Флойд сам скажет, про что видео будет. Вот. Всем привет, с вами, как всегда, Флойд. И сегодня у нас новое свидание с девушкой с сайта знакомств. Девушка ожидает видеть богатого парня, который поведет ее по ресторанам, но приедет фейк-мажор, который на самом деле окажется нищебродом. Ну, и посмотрим, конечно же, на реакцию девушек. Ну, вот, то есть, Флойд сказал, то есть, объяснил, что будет, поэтому. Так, тут Флойд рекламирует какую-то херню, как бы. Зачем это смотреть? Вот девка садится в машину. Привет, присаживайся. Видео я смотрю в первый раз, поэтому ничего не знаю. Чего? Сам как? Да тоже потихонечку, холодно. А куда можно положиться? Да, вот. Назад давай. Девка вот сейчас вот села, такая вся улыбчивая, такая милая, да? Машка, вылезайся. А на деле окажется через эхо, который... Давай, ну, сообщаемся чуть-чуть. Давай мне подарки и все. Ну, давай сейчас потихонечку. Ну, да, да, да. Как вообще у тебя день начался? Да, ты пол первого спала. Ну, что, если ты спишь нормально так? Девка проснула с пол первого и... Девка, наверное, сериал смотрела, потом еще лента в Инсте 4 стала, занесла и... Лучше смотрела сериал и спала. Слушай, нормально. А что, тебе на работу не надо? Проснулась сразу, ну, девка проснулась, как бы сейчас... В поисках себя? Ну, да, пытаюсь как-то самореализоваться, самореализоваться. Да, самореализоваться. Да, работает. А пока так. Вчера был такой chill date, там, этот, Инстаграм, сериальчики. Ну, да, пытаюсь саморазвиваться, то есть я там всяких психологов читаю статьи, там. Ааа, я понял. Короче, Кобыла, это хочет самореализоваться, читать всяких психологов. Это, как бы, в общем, этих коучей, скажем так, вот, учителей сраных, психологи, там, туда-сюда, хуё-моё. Так, да. Понял, я понял. Так, а что ты там вообще читаешь? Вот такие статьи? Или психологи? Да, психолога, профессионал. Ну, я понял. Да, да. Тренинги какие-то или что? Да, да, у них всякие тренинги, они прям запускают. Насчет того, как вот заполучить достойного мужчину, чтобы он тебя вкладывал. Ну, понятно, то есть, опять вкладываться надо. Стать женщиной, то есть, как манипулировать мужчиной. Как манипулировать мужчиной. Ты же с кем-то сайта же виделась? Ну, виделась, да, на самом деле работает. То есть, они дарили украшения, там, бельё дорогующее. Вкладывались, действительно, прощались со мной как женщины. Слушай, ну, круто, круто, круто. Да, я поняла. Ну, мужчина, он должен вкладываться в девушку. Конечно, естественно. Подарки дарить, там, вот, как вот. Ну, короче, вы уже поняли, все, что несет, это баланс. Баба, короче, глупая. Вот. Все понятно, нахуй. Я, кстати, уже, ну, как бы, посмотрев кучу роликов, то есть, я от женщин говорю это, ну, то есть, для меня женщина, это, по сути, биомусор, короче, какой-то. То есть, ну, существо, которое, паразит, скажем так, вот, которое мало чего даёт, ну, когда ты на неё, её ступаешь с подарками, там, на неё деньги тратишь, мало чего даёт взамен, но при этом, нахуй, очень-очень много просит, то есть, вот, очень много, то есть, как бы, деньги, подарки, там, вези меня в Дубай, там, ещё куда-нибудь, там, в Сочи и так далее. То есть, вот такие вот, как бы, не стоит, любая девка, которая вот есть, не стоит её ватрушка, то есть, и она сама, ни этих подарков, ни этих денег, и вообще, смысл тратить на этих баб своё время, блядь, вот. Как бы, не стоит того. И в наших реалиях, в сегодняшних реалиях, заводить семью вот с такими вот иждивенками, которые, ну, хотят нихуя не делать и жить за счёт мужчин, уже никакого смысла нету, то есть, проще, действительно, прожить свою жизнь и умереть в одиночестве, то есть, ну, я имею в виду, без женского внимания, то есть, ну, друзья, всё равно, друзья какие-то должны быть, то есть, друзья у всех есть, как бы, даже у какого-то, у неудачника, всё равно какой-то друг есть, как бы, это понятно, но женское общество сейчас настолько оно отупелое, это хочет от мужчин просто, ну, чтобы мужчина банкомат, то есть, чтобы без конца нёс деньги, то есть, как только, ну, пока ты им несёшь деньги эти вот, ну, их спонсируешь, так они с тобой будут, они тебе улыбаются, как только у тебя возникнут какие-то финансовые трудности, хотя даже временные, они тут же начнут кривить своё ебало и, как бы, покажут своё истинное лицо, вот и всё, вот такие вот сегодняшние бабы гнилые, короче, блядь все, вот, мужчине для жизни много ничего не надо, то есть, мужчина хочет завести любимую женщину, то есть, девушку, то есть, найти, вернее, любимую женщину, ну, и сидеть, смотреть телевизор и, не знаю, там, пиво пить, мужчина, ну, мужчина простой человек, то есть, вернее, существо, то есть, как бы, не существо, а, как бы, простая сущность, то есть, мужчина, мужчина для счастья много не надо, нахуй, мужчина даже на скамейке где-то может сидеть и пить пиво и быть счастливым, как бы, а этим всё, блядь, смотки, блядь, деньги, блядь, поездки в Дубай и так далее, блядь, то есть, всё, блядь, фоточки классные поделать, там, когда опять по путешествиям поездишь и так далее, нахуй, вся вот эта хуета, короче. А на первой встрече что уже, да, получается, там? Ну, конечно, ты же встречаешься. Короче, уже всё понятно по видео. Просто, ну, девушка, это в редких какой-то цельный бриллиант. Да, 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 конечно. А в курсе, что девушка любит свои пизды, ничего не может мужчине дать больше, это девушки не понимают. Ну, прошлое, пусть мы, а прошлое, а прошлое, а прошлое, женская любовь, женская пизда, да? Почему? Ну, потому что, как бы, во-первых, каждый мужчина приносит какой-то опыт, понимаешь, я этот опыт накапливаю, чтобы своему нынешнему избранник дать им. А-а-а. Какая разница, что было, то было, то прошло уже. Ну, то есть, прошлое не должно мешать построению будущего. А как оно может мешать? Ну, согласен. Знаешь, эти психологи учат визуализировать желаемое. То есть, вот я наше свидание с тобой очень долго представляла, визуализировала. А как долго, если мы только четыре дня общаемся? Ну, я вот, если честно... С первого дня списали, что ли, визуализировала? Да, ну, как ты меня позвала на свидание, я себе порно думала об этом, представляла, вот какие-то детали каждый день дополняла. И что ты там придумывала? Боже, мы едем в какой-нибудь дорогой, шикарный ресторан с тобой. Пока едем просто дальше. Ага. Желательно живой музыкой. Заказываем дорогое вино, самое дорогое. Потом какой-нибудь шикарный... Конечно. Едем в дорогущий ресторан, блядь, заказываем дорогущее вино. Одна и та же заезженная песня, блядь. Пиздец, нахуй. Не любишь белок, да? Ну, не люблю. У тебя уже были, да, уже такие вот свидания прям реально? Ну, естественно, да. Ты с этой темой работаешь. Ты всегда представляешь, да? Да, то есть, как ты себе это представляешь? А сколько вот средний чек вообще в таких заведениях, которые ты описала, там, где вот... Слушай, я, если честно, не знаю. Я же плачу. А, ну да. Ну, а примерно там? Ну, примерно. 5 тысяч рублей. Да нет, ну ты чего, какие 5? 10? Ну, примерно там 15-20. 15-20 тысяч. Это средний, да? Ну, это да. Блядь. Пиздец. Слушай, это, конечно, не обессудь, но у меня просто на свиданку с собой всего полторян. Полторашка рублей была. Ну, в смысле, 1400 осталось. Я просто шаурму еще пожарал. 1400 рублей у меня осталось. Ты вообще нормальный? Зачем ты меня позвал на свидание, если у тебя... Ну, в смысле, просто... Подожди, подожди. Визуализировал так. Смотрите, сейчас я просто объясню, то есть, чтобы сходить с этой девкой куда-то там в ресторан, в дорогущий, да, нужно приготовить, ну, тысяч 20 получается где-то так, 20 тысяч приготовить, чтобы всего один раз сходить в ресторан. То есть, мужик должен или парень всю свою зарплату, это... месячную, да, зарплату месячную отдать за один раз, чтобы побыть в компании вот этой вот... ну, в компании женского рода. Ну, в данном случае, вот с этой девкой, просто для примера. Вот. То есть, отдать месячную зарплату, блядь. На нее потратить. То есть, ну, 20 тысяч у некоторых людей... У меня, ну, знакомо, то есть, у него отец работает за 10 тысяч всего. То есть, получается, чтобы сводить вот такую, скажем так, барышню на свидание один раз, ему нужно работать два месяца, блядь. Вот. Чтобы всего один раз. И первое свидание, то есть, первое свидание вы просто ведете, то есть, тратите вот эти 15 тысяч, это, ну... И она вам нихуя, кроме, может быть, поцелуя в щечку. И все. И только на втором, каком там, втором или третьем свидании она там, может быть, вам что-то там даст или что-то в этом роде. Вот. Как бы, ну, 5 тоже, я сомневаюсь, что она вообще, что она вообще нахуй... Даже если вы будете с 5 деньгами, вам даст, как бы, ну... На втором или на третьем свидании. Они любят, ну, обычно на втором свидании уже, в крайнем случае на третьем, девка обязана уже давать, потому что... Ну, по этим, как бы... По... Всеобщему принятому этому мнению, короче. То есть... Вот. Даже у девок считается, что на втором или третьем свидании нужно это давать, короче. Ну, первым нет, это для, типа, приличия, там, приличия вернее, то есть... Вот. Но есть такие, которые, вот, второе свидание уже, да, или третье даже уже свидание, они... Ну, парень говорит, ну, чё, перепихнемся, типа, туда-сюда, она говорит, да ты чё, я не такая, я хорошая девушка, Правильная девушка. То есть, и даже на втором, на третьем свидании, они... Тратишь на них кучу денег, они нихуя не дают. Вот и всё. Так я самодостаточный с 1000 рублей, всё ощущаю. В смысле, как можно самодостаточный без 1000 рублей? Нормальный вообще. Ну, я думаю, мы свой кофе попьем-то, я не знаю. Кофе попьем? Кофе с мамой своей в тебе. Да почему? У меня он, вдруг, в кебабе работает. С мамкой, иди кофе с вами пьем. Может, она тебе, может, оплатит ещё это кофе, нет? Да нет, ну чё, можно кофе взять, вот за тебя. Поняш, почитаю, вот все, что умные, опытные, умные, психологи пишут. Что мужчина, который меньше 100 тысяч зарабатывает, а ещё просто нищебродный, лохопед. Таким позорно встречаться. Так я зарабатываю... Сколько? 30. Ну, это просто мало, это неприлично мало. Ты ещё хочешь встречаться с женщиной с достойностью какой-то? Да, конечно. Да, ещё такой момент, короче. Ну, вот эта баба сейчас сидит кукарекает о том, что мужчина должен зарабатывать 100 тысяч, да? А ты, любая баба, ты сама пойди устройся на работу, где тебе будут платить эти 100 тысяч рублей. То есть, ну, найди работу, где 100 тысяч платят. Иди, иди. Найди такую. То есть, когда в обычном городе зарплата по-разному бывает, там и 20, и 25 тысяч, и, ну, до 40 тысяч примерно. Вот так вот я буду. Такая средняя или какая-то всё. То есть, богатых не будем брать, это, как сказать, я говорю про обычную массу. Вот, ладно, хорошо, богатые имеют право с такими бабами жить, да? То есть, вводить то, что они богатые, то есть, обеспеченные. А что делать основной массе людей, которые обычные, работают на обычной работе, что им делать, что? Всю жизнь одним сидеть без семьи, что ли, и что? Ну, получается так, что нету денег, не зарабатываешь 100 тысяч, ты ебаный лох, и семью у тебя никогда не будет, и детей тоже. Поэтому вот так вот нынешняя позиция у этих баб, что это... То есть, как бы основная масса со своей маленькой зарплатой никому не нужна. Вот. Всё нахуй. Какая-нибудь на вокзале, если отсосёт. Я тебе не наврал, когда я сказал, что у меня бизнес, реально. Торговый бизнес, я реально занимаюсь торговым бизнесом. У меня два работника есть. Да, да, и какой бизнес? Что, какой? На 30 тысяч рублей. Ну, мы вещи продаём, покупаем в секонд-хенде и продаём через интернет, как новые. Как на и бизнес называется. А что? На нормальный бизнес. У меня два работника было, Анзор и Вовка. Ну, Анзора я уволил, просто он покупал трусы в секонд-хенде, и на член наматывал, и теребонькал. Ну, теперь на шаурме работает за сотку продаёт. Какой извращенец? Да что, причём работник такой был, поэтому и 30 тысяч. Мы договаривались, трусы не покупать, блин. Так я его подтянул с моего города, алкаш вместо. А кто будет работать? Я же босс, я им даю работу. Я составляю список, что им покупать. Какой босс? Я не знаю, я не осуждаю выбор других. Ну тут, конечно, плод, загнул уже конкретно. Там мне 1400 сотку Янзору дал на шау. Что, выходи здесь, ты да? Где здесь? Ну здесь, где здесь, вот тут выходи. В смысле? Вызывай такси или вези меня обратно сам. Да я на 1400 рублей не буду такси вызывать. Ну что, как мне до сюда добираться до дома? Как хочешь, добирайся. У меня бензина мало. На метро, что ли, ехать? На метро едь, а что ты нет? Ага, я так в жизни не спущусь, там один смердый ездит. Кто ездит? Смердый, блядь. Ты слышал? Да сама выходи здесь и иди как хочешь, добирайся. Такси вызывай меня? Да меня это не волнует вообще. Такси вызывай, вези меня, охренел что ли совсем? Ладно, что ты орешь, подожди. Чего ору? Ладно, стой. Я на самом деле хочу тебе признаться. Я пошутил, я пошутил, реально. Смотри, кошелек открываю, вот. Запускаю ручку, сходу, вот не все деньги беру, достану только пятерочки, чтобы упались. Вот, смотри. 150 тысяч рублей здесь. Это я так взял, вот сегодня на нашу свиданку я специально снял с банкомата. Ну, конечно, настоящие вот просвечиваются. Я просто пошутил, все, не кричи. Я пошутил, просто решил проверить твое реакцию. Твои шутки, идиотские какие. Чего идиотские? Ты просто решил проверить, как ты отнушишься. Ты же загадывала себе, что ты должна с обеспеченным парнем подарки получать. Ну, ты же, значит, все-таки, правда говоря. Работает, ну, ты же говоришь. А мы все материальные. Ты же хорошо впитывала информацию у себя на тренингах, у психологов. Короче, девка расцвела при виде 150 тысяч рублей. Да. Ну, а они, что тебе говорили вообще? Что ты можешь, кроме своей пиздятины тухлой дать что-то? Они тебе говорили на этот счет. Ну, кроме пиздятины своей, что ты можешь дать парнем? Ну, еще подождите. Ты больно? Я хочу еще раз послушать, как Флэд сказал. Что ты, кроме своей тухлой пиздятины, блядь. Ну, да, это... Ну, я какой-то смотрел одну стримершу. То есть, ну, она тоже... Ну, стримершах красивая, именно. Ну, симпатичная, красивая. То есть, тоже постоянно это... Куда-то зашла, там, в игре куда-то зашла и говорит. Что-то, знаете что? По-моему, тут воняет тухлой... Воняет пиздятины. Вот так вот. Как бы, вот так вот. То есть, как бы... Как бы, понятие пизда, оно и есть, как бы, то, что... Правильно название пизды? Пиздятина, вот. Ну, кроме пиздятины своей, что ты можешь дать парню, типа, реально? Они, как бы... Что тебе говорили вообще? Что ты можешь, кроме своей пиздятины, тухлой дать? Что-то они тебе говорили на этот счет? Ну, кроме пиздятины своей, что ты можешь дать парню, типа, реально? Ты хочешь рестораны, подарки, орешек сумасшедшие, а у тебя только тухлая дырень, блядь, в трусах, и ты хочешь семиклассного парня. Ты конченый ублюдок. Ты извращенец. Какое извращенец? Ты вообще нормальная баба никакая не даст. Правая и левая твоя рука. Понятно. Давай, давай, блядь. Сука, дикуха. Блядь, это вообще пиздец, конечно. Я думал, он меня втащит, сука. Я много тебе поцарапался. Покручил вот такое видео. Флойд угорает, когда они дверьми хлопают, не получив того, чтобы пожрать за чужой счет. Пожрать, потому что они свиньи. Что дикуха, то дикуха. Я чуть не порвал от злости. Флойд, ты, как всегда, красава, да? Глазенки-то сразу задергались при виде 150 тысяч рублей. Вот. А как нищая шелупой вначале красиво разговаривала, почти пела. Тихо, нежно, мелодично. А потом львиный рёв. Ты что, с ума сошёл? Таких необходимо проучать. А как? Но как, и не знаю. Что они могут дать за дорогие подарки и рестораны? Ничего не могут дать мужчине запроса уго-го. Ну, кроме своей вот этой дырки, вонючей, ничего. То есть, пизда устроена таким образом, что хоть девка её моет, хоть не моет, от неё всё равно. Ну, помоет она её, это, как бы, да, один день. На следующий день она уже опять воняет, нахуй, это, прокисшие параши. То есть, это, ну, что вам вот такие, так расстроено, что у неё органы, вот эти вот, там всё киснет. И пока она туда, ну, внутреннюю часть мыть не рекомендуется. То есть, внутреннюю. То есть, пока она туда шланг не засунет и, как следует, не вымоет. Это, там так и будет вонять и киснуть всё, нахуй. Вот. Наивные, богатые самцы на беспородных дворняжек не ведутся, психолог она. Да, у богатых девки, у забогатого мужика, то есть, или парня, там, ну, целую очередь, они там между собой воюют, пытаясь, ну, отбить его, то есть, как бы, дерутся, как бы. То есть, всячески пытаются друг друга с дороги убрать, ну, то есть, это, как бы, кто мешает, то есть, всяческими способами, короче. У неё, по-моему, задержка развития. Она от обиды так разозлилась. Да, у них у всех этот, стоит устаревший старый процессор полинозойской эры. С очень устаревшей программой, которая уже очень давно не обновлялась, это, и всё, они всё время просят, вези меня в ресторан. Когда вы говорили, там, 50 лет назад, вези меня в ресторан, так по сей день это говорят, потому что у них стоит одноядерный старый процессор в голове. Вот. Как бы. Ну, и всё, о чём, о чём, о чём говорит. Вот такое видео.